Господи Божий мой, на тяну повад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Матфея. С 37 стиха 10 главы по 1 стих 11 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь! Иже любит Отца или Матерь, паче меня, несть меня достоин. И Иже любит Сына или Дщерь, паче меня, несть меня достоин. И Иже не примет креста своего, и вслед меня глядет, несть меня достоин. Обриты душу свою погубит ю, а Иже погубит душу свою, меня ради обрящит ю. Иже вас приемлет, мне приемлет, и Иже приемлет меня, приемлет пославши гоня. Приемли пророково имя пророчие, мзду пророчию приимет. И приемли праведниково имя праведниче, мзду праведничу приимет. И Иже Ащина поет единого от малых сих чашу студены воды, токма во имя ученика, аминь, глаголю вам, не погубит мзды своия. И бысть, игда соверши Иисус, заповедая обе манадесяти ученикома своима, прийди оттуда учите и проповедате в оградях их. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь, кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. И кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашую холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Предупредив о предстоящих гонениях, ожидающих его последователей, Спаситель призывает их к исповедничеству. «Исповедуя Христа, нужно и любить Его больше всех, а волю Его, выраженную в заповедях, ставить выше воли кого бы то ни было из людей. А потому Господь добавляет, «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». Борис Ильич Гладков замечает, что этими словами Господь как бы говорит, «Почитай и люби своих родителей, заботься о них в старости, повинуйся им. Но если они станут принуждать к нарушению моих заповедей, не слушайся их. Если ты так любишь отца своего, что в угоду ему готов нарушить заповеди мои, и тем доказать ему, что любишь его более, нежели меня, то ты не достоин меня. И если ты, ставши моим учеником, не в силах будешь нести все испытания и страдания, какие Богу угодно будет послать тебе, если ты не понесешь вслед за мной креста своего, то ты не достоин меня». Таким образом, эти слова Христа не звучали для окружавших его людей странно или неожиданно. Напротив, они были подтверждением веры, потому как не противоречили заповеди о почитании родителей, но дополняли ее, ставя Бога на первое место в духовной жизни. Далее Господь говорит, «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Этот образ был взят из римского обычая, по которому осужденные на распятие сами должны были нести свой крест до места казни. Эти слова Господа означают, что мы, став учениками Христа, должны во имя Его мужественно переносить всякие испытания и страдания, даже самые тяжкие и унизительные, если Богу будет угодно послать их нам. Преподобный Паисий Святогорец наставлял, «Благий Бог дает каждому крест в соответствии с имеющимися у него силами. Бог дает человеку крест не для того, чтобы он мучился, но для того, чтобы с креста человек взошел на небо. Ведь в сущности крест – это лестница на небо. Понимая, какое богатство мы откладываем в небесную сокровищницу, терпя боль испытаний, мы не станем роптать, но будем словословить Бога, беря на себя тот маленький крестик, который Он нам даровал. Поступая так, мы будем радоваться уже в этой жизни». Обращаясь к слушающим, Спаситель говорит о том, что стремление удержать имеющиеся земные блага привязывает интересы, мысли и чувства человека к земному, что не позволяет следовать за вечным. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Архиепископ Оверкий Таушев поясняет, «Тот, кто благо земной жизни предпочитает благом Царствия Небесного, кто жертвует будущими благами ради благ земных, кто идет даже на отречение от Христа, чтобы только сберечь свою земную жизнь, тот погубит душу свою для вечной жизни. А тот, кто жертвует ради Христа всем, вплоть до самой своей жизни, убережет душу для жизни вечной». Желая показать, что и самая небольшая услуга, оказанная ученикам Христовым, проповедующим благовестие Царствия Небесного, не забудется, Спаситель говорит, «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». Таким образом, тот, кто примет апостолов как пророков и как праведников, получит награду, какую получают пророк или праведник. И если даже кто-то напоит учеников Христа, томим их жаждой, хотя бы чашей холодной воды, тот тоже не останется без награды. Епископ Михаил Лузин отмечает, «Общий смысл этих заключительных стихов при всех таковых бедствиях и гонениях между верующими должна быть взаимная и искренняя поддержка, за что получат в Царстве Христовом награду все те, кто окажет такую поддержку и помощь». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, напоминают нам о том, что наш путь ко спасению и движение к вечности не должны прерываться даже среди повседневных жизненных забот. Постараемся же творить добро ради Христа, дабы стяжать великое вознаграждение, приобщение ко Христу в вечности. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Продолжение следует... Продолжение следует...